Взрыв заминированного автомобиля во дворе китайского посольства в Бишкеке. Эксперты подозревают подпольных уйгурских экстремистов. Китай потребовал принять меры. Очевидцы говорят, что огромное количество осколков пролетели рядом с их головами. И им просто повезло. Приехала машина, я, слава богу, сидел в будке, приехала Митсубиси. Завернула, заехала вовнутрь, ворота снес на скорость и потом туда. Турция обвинила сирийских курдов в этнических чистках и продолжает свое наступление вглубь Сирии. Америка недовольна. Курды – главные союзники США по борьбе с ИГИЛ. Наши планы не входило, что они сцепятся друг с другом. Два года Иловайскому котлу, в котором были разгромлены и уничтожены ударные части украинской армии, наступавшие на мятежный Донецк. На Украине безуспешно пытаются ответить на вопрос, кто виноват в Иловайской трагедии. 24-го числа начали поступать, 23-го, по телефону сведения о том, что заходят российские группы. Мы начинаем бить колокола родственникам, Генштаб, всем, кому только можно. Игра в монополию с кыргызским колоритом. Экономист из Бишкека создал настольную игру для повышения финансовой грамотности своих соотечественников. Это нацелено в том, чтобы менять мышление наше население в более эффективный русский. Бои турецкой армии с сирийскими курдами переросли в настоящие сражения. Турецкая армия продолжает свои наступления вглубь территории Сирии, встречая ожесточенное сопротивление курдского ополчения. Обе стороны несут потери. Сегодня турецкие военные заявили, что им удалось уничтожить с воздуха 21 цель на подконтрольных курдам территориях. Своё наступление Турция оправдывает якобы имевшими место этническими чистками, которые, по мнению турецких властей, устраивают курдские боевики, в том числе и в отношении курдского населения. Люди, которые вынуждены покинули родные места, должны вернуться туда. Они должны там жить. Но это не входит в цели отрядов народной самообороны. Они занимаются этническими чистками, в том числе и в отношении других курдов, которые придерживаются других взглядов. Их заставляют уезжать. Турецкое наступление против курдов на севере Сирии вызвало резкое недовольство Соединённых Штатов Америки. В Пентагоне заявляют, что эти бои не только несут угрозу многочисленным американским советникам, находящимся среди курдского ополчения, но и могут подорвать все усилия международной антитеррористической коалиции по борьбе с ИГИЛ. Мы призвали обе стороны, и турецкую, и курдскую, перестать сражаться друг с другом и сфокусироваться на борьбе с ИГИЛ. Это основа нашего сотрудничества с обеими сторонами. И в наши планы не входило, что они сцепятся друг с другом. Вслед за главой Пентагона с аналогичными упрёками в адрес Турции выступил и советник президента США по национальной безопасности Бен Родес. С его слов, Соединённые Штаты готовы противодействовать атакам турецкой армии против курдов, если они не прекратятся. Соединённые Штаты предложили помощь и поддержку Турции, чтобы очистить приграничный Джараблус от боевиков ИГИЛ, и мы будем поддерживать усилия Турции по наведению порядка на её границе. Но мы категорически не поддерживаем и будем противодействовать продвижению армии Турции на юг и в особенности её удары против сирийских демократических сил, которые поддерживаем мы. Продолжение турецких атак против сирийских курдов рушит все наши усилия по созданию единого фронта против исламского государства. Французский президент Франсуао Ланд считает, что Турция сознательно подрывает согласованные действия против террористического исламского государства. Мы можем понять Турцию, армия которой вошла на территорию Сирии с целью борьбы с ИГИЛ, но невозможно принять турецкие удары против курдов, которые сами сражаются с террористами при поддержке всей нашей международной антитеррористической коалиции. Как заявили власти Кыргызстана, на посольство Китая совершил нападение террорист-смертник. На машине, начиненной взрывчаткой, водитель протаранил здание дипмиссии и уже внутри привел в действие устройство. Эксперты по вопросам безопасности уже выдвинули предположение, что нападавшим мог быть членом экстремистской группировки Туркестан-Шарк-Азатлык-Ташкелати. Эта организация, основанная в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая, имеет свои подпольные ячейки и в Кыргызстане. Медкитая потребовал от кыргызских властей обеспечить безопасность посольства. Мы шокированы и осуждаем эту жестокую экстремистскую атаку. Министерство иностранных дел КНР просит киргизскую сторону выполнять все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность китайских граждан и организаций в Кыргызии, и как можно быстрее найти и наказать виновников. Буквально в первые минуты после взрыва на месте оказалась наш корреспондент Джибек Бегалеева, который удалось увидеть все собственными глазами и поговорить со свидетелями. Джибек, здравствуйте. Что говорят очевидцы и полиция? Здравствуйте, Динара. Да, сейчас мы находимся у здания китайского посольства. Уже известно, что во время взрыва пострадал лишь сам водитель машины. Легкие ранения получили два гражданина Кыргызстана. Это молодые ребята, садовники, которые работали в тот момент на территории посольства. Кроме людей внутри здания пострадали и те, кто находился неподалеку. Вот что рассказывает охранник одного из частных особняков, которому чудом удалось выжить. Небольшие осколки попали ему в голову. Приехала машина. Я, слава богу, сидел в будке. Приехала Митсубиси. Завернула, заехала вовнутрь. Ворота снес на скорости, потом туда. Я зашел в контейнер, чтобы перекусить, и услышал стук. А потом раздался взрыв. Власти уже подтвердили, что сорвалась машина, которая на полной скорости протаранила оборота посольства КНР. В МВД почти сразу назвали атаку терактом. Подробности происшествия сейчас выясняет следствие. На место прибыли вице-премьер-министр по вопросам безопасности Джаниш Розаков и министр по чрезвычайным ситуациям Кубатбек Буронов. Ну, комментарий один. Автомашина, пиковая, заехала, пробив ворота, заехала на территорию посольства на расстоянии примерно 40-50 метров и сам подрыв там был. Террорист-смертник. Сейчас, в принципе, есть три человека, легко раненых, которые доставлены в больницу. Сейчас на месте работает следственная председательная бригада по установленной личности, автомашины и других подробностей. Территорию отцепили, но, несмотря на это, зеваки успели сделать на месте взрыва жуткие фотографии. На кадрах сейчас части тела, предположительно, террориста-смертника, уха и пальцы. Взрыв был такой силы, что слышно было его на расстоянии примерно 10 километров. В домах поблизости взрывной волной выбило стекла на окнах. Местные жители, кстати, люди непростые. Это дипломатический городок. Здесь находится резиденция посла Российской Федерации в Кыргызстане и дипломатическое представительство США неподалеку. Здание посольства Китая, между тем, считается одним из самых охраняемых. Это практически настоящая крепость. Протаранить ворота диппредставительства атакующий пытался на машине высокой проходимости. Это пока все, что известно на данный момент. Динара. Спасибо, Джибек. Пользователям казахстанских соцсетей удалось заставить правоохранительные органы начать расследование группового изнасилования 30-летней женщины в городе Есык. Преступление произошло 14 августа, но получила огласку только после публичного обращения в соцсетях матери потерпевшей. По ее словам, насильники – это родственники местных чиновников и полицейских, которые пытались уговорить семью пострадавшей забрать заявление. В ее адрес даже звучали угрозы. После вмешательства общественности полиция решила все-таки расследовать это преступление. И как рапортуют полицейские, все четверо подозреваемых уже задержаны, несмотря ни на что. Подробности в репортаже Дмитрия Белякова. Это было часов пять или полшестого утра. И мы спали, утром пришел родственник и говорит, меня избили, а жвечку увезли. И мы бросились в поиски. Жоломан с братьями сразу поехали в один из ресторанов Исыка, где накануне проходило семейное торжество. По пути заметили и остановили машину, которая следовала за ними. За рулем сидел в полицейской форме. Вместе с ним в машине ехал один из нападавших на Рустама и Жибек. Он рассказал, что искать сестру нужно неподалеку от местного полицейского отделения, возле частной гостиницы. Тут машина Инфинити стояла. И брат, короче, выскакивает, говорит, где сестра? Она говорит, в машине. Брат открывает машину, и там сестра почти что голая была. И тут мы двоих задержали, а двое убежали. А сотрудник полиции все это видел. Но он не обращал на это внимания, получается. Задержанные молодые парни отрицали свою вину. Однако сама Жибек заявила обратное. Она говорила, они меня хотели убить. И вот эти вот четверо, особенно на алмазы показывала, вот они меня все четверо изнасиловали. Ворота в доме Мусиновых отныне всегда закрыты на замок, и возле них сторожит собака. Гульбадар, мать пострадавшей Жибек, говорит, что это вынужденная мера. После случившегося в ночь на 14 августа ее близких постоянно беспокоят родственники задержанных. По словам близких Жибек, родственник одного из подозреваемых в групповом изнасиловании, крупный районный чиновник. Именно с этим они связывают медлительность полицейских и грубое обращение с потерпевшей в местной больнице. 19 августа, опасаясь того, что дело могут замять, Гульбадар придала ему широкую огласку, опубликовав видеообращение в Фейсбуке. На ее сторону встали сотни неравнодушных казахстанцев, резко критикующих бездействие властей. Мне нужна справедливость, наказать насильников. Потому что если сейчас простим, они также будут продолжать других издеваться. А в Иссыке это... У многих есть, которые прощали, и насилование было, и до суда не доходило, перемирие было, и некоторые даже и не обращались, потому что стыдно, позор. А как мне будет стыдно, позор? Почему мне стыдно, позор, если мою дочь изнасиловали, как говорится, и ей стыдно? Стыдно должно быть тем насильником? Не мне, я не знаю. Официальный процент примирения сторон в подобных уголовных делах около 70, а замалчивается как минимум в 20 раз больше случаев, говорит организатор национального движения «Не молчи КИЗ» Дина Смаилова. В начале июля она запустила флэшмоб, публично заявив, что 27 лет назад была изнасилована и все это время боялась рассказать. За считанные дни под хэштегом «Не молчи КИЗ» в сети появились тысячи подобных историй. Ну это менталитет, это вообще, я не знаю, это какие-то вот уже такие сложившиеся стереотипы, что стыдно быть изнасилована. Ну как это, стыдно быть изнасилована. Но я сама через это прошла, мне точно так же было стыдно. Это было навязано годами, годами. Сейчас просто люди вышли вот из этих рамок, они вышли, вот есть интернет, есть соцсети, увидели поддержку в людях. Случай с Жебек Мусиновой уникален для Казахстана, считает Дина, так как впервые вся семья потерпевшей открыто выступает в СМИ и требует наказания преступников. Важен очень, просто вот невероятно важно, не просто обвинительный приговор в адрес преступников, очень важен обвинительный приговор в адрес полиции, которая допустила нехалатность. Я считаю здесь нехалатность, здесь именно соучастие. Потому что преступник был очевиден, его поймали из поличных преступников. Они были с явными уликами, машина, ну это просто, даже не надо смешить всю страну. После широкого общественного резонанса расследование дела Жебек взято под контроль руководством полиции Алматинской области. Все четверо подозреваемых задержаны, им вменяют сразу четыре статьи Уголовного кодекса. Также есть информация о начатом досудебном расследовании в отношении полицейских по обвинению в халатности. Сама Жебек находится на лечении в одной из алматинских клиник. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Далее в программе. Два года Иловайскому котлу, в котором были разгромлены и уничтожены ударные части украинской армии, наступавшие на мятежный Донецк. На Украине безуспешно пытаются ответить на вопрос, кто виноват в Иловайской трагедии. 24-го числа начали поступать, 23-го, по телефону, сведения о том, что заходят российские группы. Мы начинаем бить колокола родственникам, Ленштаб, всем, кому только можно. И никакой реакции. Раз, два, три. Игра в монополию с кыргызским колоритом. Экономист из Бишкека создал настольную игру для повышения финансовой грамотности своих соотечественников. Это нацелено на том, чтобы менять мышление нашего населения в более эффективное русло. В Киеве еще одна смерть журналиста. Через 40 дней после убийства Павла Шеремета в своей квартире найден мертвым российский журналист-эмигрант, директор информационного агентства «Новый регион» Александр Щетинин. Тело погибшего с огнестрельным ранением головы обнаружили друзья журналисты. Они пришли поздравить его с днем рождения. Недалеко от тела нашли гильзу, травматический пистолет и магазины к нему. Следствие склоняется к версии самоубийства. Друзья погибшего в этом сомневаются. Для них он все равно был брак. Враг серьезный. Во-первых, мы все, может быть, его недооценивали при жизни. Интересно было с ним общаться. Он умница, интеллектуал, много знающий человек. Главный редактор издания «Новый регион» Ольга Мещерякова обнародовал у себя на странице в Фейсбуке предсмертную записку коллеги, найденной на месте его гибели. В ней говорится о личных проблемах, которые переживал Александр Щетинин, и о депрессии, вызванной финансовыми трудностями ресурса. Кроме самоубийства, в качестве версии киевская полиция рассматривает и профессиональную деятельность журналиста. В интервью украинским СМИ Александр Щетинин называл себя оппонентом режима Владимира Путина. Именно из-за политических мотивов, по его словам, он окончательно переехал на Украину после Майдана и получил украинское гражданство. Сегодня на Украине вспоминают трагические события двухлетней давности под городом Иловайск. Напомним, что в августе 2014 года в разгар боевых действий на востоке страны ударные части украинской армии попали в окружение под Донецком и были почти полностью уничтожены. Проведение этой операции против украинских вооруженных сил с самого начала подозревали Россию. Почему до сих пор никто не понес ответственности за Иловайский котел? Сегодня это, пожалуй, главный вопрос, который задают родственники погибших и те, кто вернулся с полей сражения. Воспоминания очевидцев собрала Ульяна Кондрашова. Август 2014-го добровольческий батальон «Донбасс» с луганского направления перебрасывают под Иловайск. Донбасс и еще три батальона ведут разведку боем по картам, выпущенным еще в СССР. Было смешно. Я подошел к Хамчаку, он говорит, вот карта, посмотрел там 86-го года, карта, то есть генерального штаба карта, карты, которые выдают командованию сектором. 10 августа зайти в город украинским добровольцам не удалось. Их встретил огонь боевиков на хорошо укрепленных блокпостах. Второй штурм «Миловайска» наметили на 19 августа. Задача стояла зайти сбоку этого блокпоста укрепленного и по возможности захватить всю левую часть Иловайска. Нам 19-го по большому счету не хватило танка или там двух батальонов. Зашли вот отсюда с севера и помогли нам, когда мы зашли вот в тыл к адыровцам. Подкрепление пришло, но к боевикам. Вокруг же украинских бойцов замкнулось кольцо. Еще начиная с 23-го, с 24-го числа разведка по всем фронтам докладывала о переходе границы батальонно-тактических грузов по Российской Федерации. Я, будучи в Иловайске, об этом знал. Ну то есть, если я об этом знал, неужели об этом не знал, конечно, что все ждали каких-то разумных команд. Но разумных команд не последовало. В итоге, несколько суток подряд бойцы находились в настоящем котле под постоянными обстрелами. Затишье наступило лишь в ночь на 29 августа. Но это было затишье перед бурей, когда с российской стороной якобы договорились о выводе украинских военных и техники из окружения. То, что я помню, и то, что мы выходим по зеленому коридору. То есть, якобы договорились. И буквально отойдя от многополя, ну, может, 2-3, может, 4 километра, начинается наш расстрел, причем с разных сторон. В результате десятки, а то и сотни украинских бойцов сгорели или были застрелены в первые же часы движения по так называемому «зеленому коридору». Выжившие добрались до ближайшего хутора и там заняли оборону. Кто-то пошел на прорыв, остальные обменяли себя на раненых и оказались в плену. Алексей Мороз пробыл в плену 4 месяца. Игорь Гевкос мог попасть к своим только месяц спустя. Тарас Костанчук был ранен в голову, несколько дней прятался в разрушенных домах Яловайска. Они чудом остались живы. Но и тогда, и два года спустя они не понимают, почему не пришло подкрепление, почему их генералы допустили образование котла. 24-го числа начали поступать, 23-го, по телефону сведения о том, что заходят российские группы. Мы начинаем бить в колокола родственникам, генштаб, всем, кому только можно. И никакой реакции. Искать виновных украинские власти начали сразу после трагедии. Главный военный прокурор Анатолий Матиос ответственность за котел возложил на бойцов батальона Прикарпатья. Мол, они дезертировали и оголили фланг. В генштабе, в свою очередь, начали оправдываться. Мол, поверили врагу, а он не сдержал слова. В плену иллюзий, что напрямую вооруженную атаку россияне не пойдут. Мы никогда не предполагали, что нашим врагом станет Российская Федерация. Временная следственная комиссия Верховной Рады ответственными за массовую гибель военных под Иловайском назвала тогдашнего министра обороны Валерия Гелитея и начальника генштаба Виктора Муженко. Последний в канун второй годовщины котла заявил, что готов взять на себя ответственность, но частично, несмотря кто будет судить. Одна из причин Иловайской трагедии – несогласованность, хаотичность и, пожалуй, недостаточная компетентность при планировании операции выхода из окружения. Обвинять в бездействии, считаю, никто не имеет даже морального права. Ни меня, ни штаб АТО, ни командиров подразделений, ни военнослужащих. Впрочем, возникает вопрос – а судей кто? Тем временем у генпрокуратуры свои обвинения. В смертях украинских военных она винит российский генштаб. Мол, все жертвы из-за вторжения на территорию Украины – 3,5 тысяч военнослужащих регулярной армии России. Мы отправили запрос в военную прокуратуру о результатах расследования. Ответа так и не получили. Если верить нашим источникам, пока в деле о Беловайском котле, как и два года назад, ни одного подозреваемого. Многие из тех, кто руководил операцией под Беловайском, сегодня по-прежнему в своих креслах. Их делегаций на памятных мероприятиях мы так и не увидели. Улена Конрошова, Николай Квас. Настоящее время. Киев. Экономист из Бишкека создал игру для ликвидации финансовой безграмотности своих соотечественников. Он предложил научиться ввести семейный бюджет, контролировать расходы и доходы. Настольная игра по замыслу автора будет понятна даже детям. Рассказывает Шавкат Тургаев. В деталях объясняя принципы новой игры, Шумкарбек помогает ребятам принять правильное решение. Раз, два, три. Опять? Доход получен из цены бумаг. Идея создать финансовую игру пришла к нему пару лет назад. Тогда экономист, естественно, работал с проблемными заемщиками. Люди набрали кредитов, не вчитываясь в условия, а потом не могли расплатиться. Если бы у людей были базовые знания по финграмотности, говорит Шумкарбек, то проблем можно было бы избежать. Надо создавать некую такую упрощенную игру, которая научила бы людей вести свой семейный бюджет, достигать свои финансовые цели. Суть игры проста. Игровое поле поделено на 30 ячеек по количеству дней в одном месяце. Каждый день нужно считать свои доходы и расходы, а полученные результаты записывать в таблице. В игре учтены и национальные особенности. Каргызы неоправданно много тратят на то и свадьбы. Она предназначена как и для молодого поколения, для детей, кто уже умеет считать, так и для взрослого населения. Потому что, к сожалению, в нашем обществе есть представители общества взрослого населения, которые не знают, что такое семейный бюджет, не знают, что такое финансовая цель, как ее достигать. Через эту игру они могут научиться достигать финансовую цель и ввести семейный бюджет. Еще один плюс. Игра раскрывает возможности дополнительного дохода. Она подскажет, что жить от зарплаты до зарплаты в современном мире не самый оптимальный вариант. В карточках заложены примеры доходов, что можно заниматься репетиторством, продавать продукты своего домашнего хозяйства, получать доходы от ценных бумаг. То есть это нацелено на то, чтобы менять мышление нашего населения в более эффективное русло. Это непривычное монополие, где главная задача – инвестировать. Эта игра научит ввести бюджет, контролировать свои расходы. И дети ее усваивают быстро. Мы поняли, сколько родителей зарабатывают и сколько в день мы тратим на транспорт, на еду обычную. И сколько это будет за год или месяц. Большие деньги уходят. У Забавы уже и название есть – «Бюджет Белеми» – «Знание бюджета». Шумкарбек надеется, что его детище станет для кыргызстанцев финансовой азбукой. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karantime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин